мои дорогие здравствуйте спасибо что смотрите с вами александра швеция маймер устраивайтесь поудобнее заваривайте себе чай у меня часть мяты и приготовьте слушать такие истории весьма жизненные и тема у них такая серьезная сегодня можно ли доверять сестре и вторая тема у бедности нет родственников или у бедных нет родственников это такая серьезная насущная тема в данном мире потому что многие люди доверяются родственникам сестрам и что из этого выходит вот знаете мы дорогие мне бы хотелось чтобы вы запомнили себе одну вещь что если человек является вам братом сестрой тетей дядей то это не значит что человек вам близок по духу а не значит что он вас любит не значит что он к вам расположен и совсем не означает что у него есть внутреннее желание и потребность вам помочь вот это пожалуйста запомнил это для тех кто еще этого не знает мой канал смотрят в том числе и молодые женщины молодые мужчины есть такие и так я расскажу истории которые случились не где-то там далеко или с кем-то там эти истории случились с близкими людей которых я хорошо знаю и так первая история началась когда началась вторая отечественная война первая у нас кажется было с наполеоном польская семья бежала белоруссию добежала до маленькой белорусской деревне и остановилась у одинокой молодой женщины мама папа совсем молодые и двое маленьких детей две девочки совсем маленькие через некоторое время папа ушел погулять и больше его никто никогда не видел все пропал прошло еще несколько месяцев и сильно заболела мать узнаете зима лекарств нету выбраться нет никакой возможности в общем она ушла ушла и это белорусская женщина молодая осталась двумя гальками на руках она и взяла как своих они стали называть мамой но в общем то она мама для них и стала воспитала и когда они подросли они уехали в город учиться то есть наступила для них мирная жизнь слава богу что было потом у старшей сестры дочь поехала учиться в москву и там нашла себе мужа и там она осталась в москве через какое-то время родился ребенок и это вот старшая сестра старшая дочь из белоруссии уехала в москву помогать своей дочери у которой родился ребенок их мама к этому времени в деревне белорусской уже умерла она тоже долго не жила у нее тоже была тяжелая жизнь тяжелый труд эти двое детей на нее сразу свое есть такое тяжелое время замуж она кстати не выходила их воспитывала одна мама покорник не было что дальше через какое-то время годы шли и шли и шли и через какое-то время естественно это женщина старшая сестра она конечно стала прибавить давление и все такое а младшая сестра в белоруссии у нее было медиком медсестру выучилась работала и она стала название эти говорить ой дорогая ты там смотришь за внуком помогаешь дочке по хозяйству приезжай обратно в белоруссию будем жить недалеко я буду помогать буду тебя лечить на ноги тебя поставлю вот на ноги встанешь и тогда обратно вернушься к дочери москве помогать ну в общем старшая сестра стала на эти разговоры вестись и никакие уговоры дочери лечь в больницу в москве полечиться ничего не имело смысла она вот у меня сестра в белоруссии там все-таки свой человек а здесь больница здесь чужие люди я никого не знаю поэтому в общем проводила она свою мать в белоруссию с таким с тяжелым сердцем отговаривала ее до последнего но там все равно уехала буквально прошло месяца два-три такой звонок но они созванивались но вот как то вот так случилось внезапно все звонок да я съехала с младшей сестрой с твоей тетей я буду теперь жить у нее а она это будет за мной присматривать и все такое представляете как ушел был да у дочери в москве и чувство вины что отпустила мать и буквально еще прошло месяца два-три мать у нее в белоруссии как вы понимаете все да и квартиру забрала к рукам ее младшая сестра какая ситуация была у младшей сестры действительно мужа младшей сестры не было у старшей тоже не было мужа то есть ни у кого не было мужа и у него не была дочка дочка была замужем и у дочки тоже был сыночек внучок и вот так вот собственно говоря бабка младшая сестра так вот для них и старалась обманула сестру с квартиры забрала чтобы тем больше не осталось но как вы помните была авария в чернобыле и после этой аварии были такие большие картофель белоруссия там все это рядом недалеко и семейство было такое экономное такое жадное для денег что вот они ели эту картошку которую было есть запрещено и вот дочка этой младшей сестры внучок и муж они все ели эту картошку как результатом они дочери было двадцать семь лет ушли преждевременно и внучок тоже ушел и осталась эта младшая сестра с тремя квартирами да с двумя одна была та смененная квартира да что она у старшей сестры и осталась вот от дочери с внуком конечно же это вот ее племянница которая в москве осталась и не хотела видеть тетю ни при каких обстоятельствах вот так вот такая вот история случилась и вторая история она случилась в подмосковье жила была женщина врач и она никогда тоже замуж не выходила с молоду она жила в одном подъезде и с молоду ее знали эти люди тоже это было еще когда до распада союза это все было чай очень хороший мятный чай с обитой девочки мальчики и вот жила она жила и где-то лет сорок пять сильно заболела что то такое случилось что она не смогла больше работать но у нее были очень хорошие соседи которые ее смотрели один за другим прибирали смотрела носили виду приносили заботились причем была одна очень хорошая соседка которая имела возможность заботиться больше чем остальные у нее была хорошая работа на которой она получала вещи хорошие продукты дорогие в общем жила эта женщина врач ни в чем не действовали что случилось дальше у нее была сестра на урале небольшом городе жила она приехала и говорила ну что тебе эти соседи ну ведь они тебе чужие люди давай сменяем твою однушку на окраине москвы сменяем подмосковье ну то есть окраина москвы там подмосковье недалеко сменяем твою квартиру у тебя будет хорошая квартира на урале будешь жить я буду помогать ты чужие люди ну зачем они тебе и вот она стала думать эта женщина врач думать 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 о том как уехать на урале к сестре но все таки сестра все таки там племянница и все таки они ей родные 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 конечно соседи насторожились не хотели чтобы она уезжала и вот та женщина у которой была возможность доставать дефицитные товары она очень тоже была расположена к этому врачу как и врачихе молодые относительно и она ей говорила чего вам не хватает я вам приношу дорогие продукты я с вами делюсь дефицитными вещами чего вам не хватает вы свою сестру уже много лет хорошо так долго не видели на таком промежутке на таком продолжительном промежутке времени вы не знаете как она изменилась вы не знаете свою племянницу вы никогда не жили на Урале куда вы вообще собрались в общем она не смогла ее говорить не смогла и та все таки поменялась на Урал с чем кончилось дело там у племянницы было двое маленьких детей которых они начали сплавлять к этой больной женщине врачу в квартиру и конечно она хотя выходить не могла так часто но все равно дети были под присмотром и в итоге у нее ни день ни ночь не было отдыха и продыха от этих двоих детей в квартире в последний раз ее соседи видели она приехала и прежде чем зайти к соседям стояла долго у подъезда и рыдала картина маслом наблюдал весь дом только после этого она решила зайти в подъезд к соседям но дом знаете там такой был дом в котором невозможно было остаться надолго то есть у соседей ни у кого не было возможности ее надолго принять потому что все жили в очень маленьких небольших квартирах и у всех были достаточно большие семьи поэтому она погостила какое-то время у соседей и обратно вернулась на Урал квартира была уже сменена обратно ее уже было нет у нее дальше что случилось третья история да она тоже поучительная жила была женщина довольно обеспеченная в нашем небольшом одном городе в России а сестра у нее в молодости еще уехала в Москву но в Москве никак она не устроилась то есть ни работу хорошую не нашла ни замуж хорошо не вышла и она тоже разевала рот на квартиру своей сестры а сестра в этом маленьком городе устроилась получила хорошее образование хорошую работу и была она не то чтобы обеспеченная но крепко стояла на ногах и вот та тоже ее обманывают всякими разными путями охмурениями давлением вот я твоя сестра а вот они тебе все там друзья чужие люди бла 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 в общем надавила и та переехала в Москву с дурума что случилось когда она переехала в Москву сестра пришла через какое-то время и говорила ты одинокая у тебя нет детей а у меня есть дочь подписывай квартиру на меня если не подпишешь мне квартиру я тебя знать не хочу вот так а у этой одинокой женщины была племянница вот этой вот сестры которая была в Москве она племянницу на все каникулы сплавляла туда вот в другой российский маленький город сплавляла племянницу все нянчила три месяца летом еще по две недели нянчила племянница у нее жила в близком саду когда три года ходила близкий сад племянница у нее жила племянница знала приколы достаточно хорошо и племянница тоже не захотела все-таки узнать когда она приехала Да, эта женщина, у которой была стабильная работа в ее маленьком городе, она не смогла устроиться на хорошую работу, устроилась на такую работу, друзей потеряла и плакала, короче говоря, вся избилась. И тут племянница отлично буквально выходит замуж в Москве за очень обеспеченного человека, за очень, за весьма, весьма, весьма. И сразу у этой сестры, что ее, мало того, что сестра, которая жила в Москве, требовала деньги, то есть требовала квартиру подписать, и так они, мягко говоря, племяннице не очень относились, они вообще от нее отвернулись, она им стала не нужна, ни она, ни ее квартира, вообще ничего стало не надо, то есть они ее выволокли, надавили на то, что она одна, обманули. Квартиру она, кстати, не подписала на них, ну, все, да, о чем разговор. И вот эта вот женщина так и осталась одна жить на окраине Москвы. Все. И на такой плохой работе. Она неоплачивала, она неуважаемая. Значит, вы понимаете, про что я вам говорю, да? Вот, она стала резко бедная, и стала она ненужной. У бедности нет родственников. Если вы бедный человек, вы вашим родственникам не нужны. Запомните это. Бывает, конечно, я не говорю, что все люди одинаковые. Я просто предостерегаю вас. Я не хочу никого судить в этой истории. Я сейчас не буду никому давать оценку. Вот так оно было. Вот эти истории весьма реальны. И если вы дослушали до конца, пожалуйста, задумайтесь. Еще в конце видео я вам хочу рассказать про двух разных женщин. Одну зовут Алла. Она живет в Краснодаре. Она на юге нашей страны. И вторая, Светлана, она тоже живет на юге, но только в Америке. Эти женщины обе две замечательные. Обе очень интересные. Ссылки на их каналы, пожалуйста, смотрите в описании под видео. Заходите на их каналы, подписывайтесь. Я всем желаю хорошего дня. Если есть вопросы, задавайте. С вами была ваша Саша Сибиричка Швейцар.